Добрый вечер, дорогие друзья! С вами в студии Мадина Лайпанова. В начале апреля в Колледже культуры и искусств имени Даурова прошел 8-й республиканский конкурс учащихся в фортепианных отделениях школ искусств и детских музыкальных школ Карачаева Черкесии. Посвящен этот конкурс был 150-летию со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. О том, как прошел этот конкурс, мы сегодня и поговорим с гостями нашей студии. Ну а прежде чем я вас с ними познакомлю, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Юная Ева Джошейва впервые выступала на республиканском конкурсе пианистов. Для жюри она исполнила легкое и веселое произведение немецкого композитора Пауля Цильхера пьесы «У гномов». Несмотря на присутствующее волнение, Ева была настроена на победу. Подготовка проходилась очень серьезно к этому конкурсу. Я старалась и очень сильно готовилась. Я надеюсь, что пройдет все очень хорошо и буду стараться. На конкурсе Еву поддерживал весь зал, но больше всех за девочку волновалась наставник Влада Нежинская. Как рассказала педагог, к этому выступлению они с подопечной готовились основательно. Даже прошли отбор среди других претендентов. Мы с ней участвовали в школьном конкурсе, затем в кустовом конкурсе. Заняла она второе место, поэтому мы пошли уже на республиканский конкурс. Произведение ей очень нравится. Мы играли сейчас пьеску «У гномов». Она такая легкая, интересная, веселая и для ребенка очень понятная. Поэтому она с удовольствием эту пьеску играет. Всего участия в республиканском конкурсе пианистов, посвященном 150-летию со дня рождения Рахманинова, приняли 33 воспитанника 9 музыкальных школ республики. Каждый из них исполнил по два произведения. Абсолютно все ребята прошли долгую и серьезную подготовку. Все для того, чтобы впечатлить членов жюри. Конечно, переживают, волнуются и преподаватели, и родители. Все, безусловно, волнуются. Но, тем не менее, они должны собраться и выступить хорошо, насколько кто сможет. Состав жюри на республиканском конкурсе был самый многоуважаемый. Оценивали конкурсантов заслуженные артисты России и деятели искусств. Они отметили высокий уровень подготовки не только юных пианистов, но и конкурса в целом. «Много и серьезно работали. И это действительно так. Это действительно так. И, конечно, мы с большим настроением сюда приехали. И да, действительно, мы надеемся на новых уже лауреатов. Конечно, здесь очень много творческих именно и детишек, и педагогов. Вообще, очень хорошая атмосфера именно здесь». По итогу конкурса победители были определены в пяти возрастных категориях. А обладательницей Гран-при стала Тамара Лазенкова, воспитанница детской школы искусств Урупского муниципального района. Татьяна Леонидовна, вы были одним из членов. Мы знаем, что в этот раз у нас присутствовали гости из Ростовской консерватории. Вот хотелось бы узнать, как проходила организация и кто, собственно, были те дети, которые принимали участие в данном конкурсе. Ну, этот конкурс, конкурс пианистов, он у нас уже действительно восьмой. Он проходит где-то раз в 3-4 года. И на этот конкурс были приглашены в качестве членов жюри из Ростовской консерватории профессор Маргарита Петровна Черных. Она кафедрой камерного ансамбля и подготовкой концертмейстеров. И из Минераловодского училища преподаватель Прокопьев Анатолий Алексеевич. То есть такое серьезное достаточно жюри у нас, скажем так, было. Ну да. Предвзятое ли было или нет, все-таки открытое было? Нет, ни в коем случае. Потому что это дети. Это дети. И их надо все-таки поддерживать. Поддерживать. Поэтому даже Маргарита Петровна, она сразу сказала, что мы будем довольно лояльно судить. Потому что нам надо, чтобы дети действительно почувствовали вот эту радость. Радость, что они выступают, что их слушают. А что касательно самих участников, что за ребята были? Какие произведения исполняют в основном? Ну, участников у нас было очень много. Потому что это практически получается даже не второй тур республиканский, а третий. Потому что сначала идет в школах, отбирают детей. Потом на метод объединениях. У нас пять метод объединений таких. По метод объединениям. А потом уже вот эти 35 человек, которых отобрали, это уже на республиканский конкурс. Что касательно произведений? Что ребята играли? Ну, поскольку этот конкурс проходил как раз в день рождения Рахманинова. И даже в положении было написано, что приветствуется исполнение произведений Рахманинова. Но играть Рахманинова очень сложно. Тем более детям. Вот старшие играли несколько человек. Ну, а в основном, ну, Григо играли советских композиторов. Там разные были в положении. Надо было играть этюд, сонату, полифонию. Вот такие пьесы. Ну, сколько я знаю, ребята исполняли несколько, каждый, да, участник, несколько произведений, да? Да, да. Вот. Это для чего сделано? Чтобы показать разные, ну, не знаю, способы исполнения или разные произведения? Разные. Какие-то лирические, веселые. Разный характер произведений, конечно. Техническую подготовку. Вот, например, Тамара, она так здорово играла этюд Машковского. Сейчас Татьяна Леонидовна говорит об обладательнице гран-при. И с ней мы поговорим немножечко позже. Если говорить о самом конкурсе, насколько большое значение он имеет для юных пианистов нашей республики? И какие, может быть, двери открывает данный конкурс? Ну, безусловно, мы смотрим, какие у нас дети. Нам надо, конечно, искать детей способных, чтобы они у нас дальше продвигались, чтобы они поступали, заканчивали школу, поступали к нам в колледж. Вот. А в дальнейшем в консерваторию. Потому что путь пианиста и вообще музыканство-инструменталиста очень длинный. Это вот 8 лет в школе, 4 года в колледже. Больше, чем у врача. Да, это 17 лет. И еще, если там аспирантура и так далее. То есть это, считай, пол жизни учиться для того, чтобы действительно расцвел талант. И мы, нам, конечно, хочется, чтобы как можно больше детей участвовало в этом конкурсе. Но, в принципе, они участвуют с удовольствием. Когда у вас проходил конкурс, мы немного пообщались с Маргаритой Петровной. И вот она сказала, что большинство наставников, участников, да, сами являются выпускниками их. Это какая-то сложившаяся традиция, да, что с Черкеска вот пианисты как-то поступают в Ростовскую консерваторию? В Ростовскую консерваторию. Ну да, она у нас, так сказать, ближайшая Ростовская консерватория. Вот, и поэтому многие, да, действительно поступают. То есть целое поколение какой-то преподавателей, как бы, да, получали образование именно в Ростовской консерватории? Да, да, да. А если говорить о планах? Вот сейчас закончился республиканский конкурс, подвели некую черту, выявили лучших пианистов. Что дальше? Может, какие-то уже есть наработки? Что дальше будет? Ну, дальше вот эти ребята, способные ребята, есть такая, как это, проект «Молодые дарования». И те, которые наиболее способные дети, они, мы им сказали, чтобы они готовили документы, вот, они отсылают их в Москву, вот, там их рассматривают. То есть это возможность как-то проявить себя уже на федеральном уровне? Да, да. А о ближайших конкурсах, может быть, еще планируется? Мы знаем, что основными организаторами выступил, конечно, колледж культуры и искусств и методический центр. Да, да, учебный методический центр, это основной организатор конкурсов. Вот сейчас как-то планируете еще какие-то конкурсы? Ну, другие вы имеете в виду? Да, 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 не связанные. Ну, да, вот в эту субботу у нас будет хореографический. Через две недели, 22-го, у нас будет струнных инструментов конкурс, учащихся, которые обучаются на скрипке, виолончели, духовые инструменты, ударные. План мероприятий есть, да? Конечно, конечно. Ну, и, в общем, хотелось бы узнать, какая атмосфера царила на конкурсе, чтобы вы могли сказать, сильно ли волновались участники, их преподаватели? Ну, конечно, все волнуются, безусловно, и родители, которые присутствуют на конкурсе, и преподаватели переживают за себя. Наверное, даже больше, чем сами дети, да? Да, 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 вот, и машут, и считают про себя, вот. Вот. И дети, конечно, волнуются, вот, но надо уметь, чтобы это волнение было на пользу, чтобы оно было творческим именно в эту сторону. Мы будем надеяться, что все пианисты нашей республики, юные, уже повзрослевшие в том числе, умели вот это свое волнение направить на результат. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы вновь возвращаемся в студию, напоминая нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях присутствует обладательница гран-при республиканского конкурса учащихся в фортепианных отделениях вместе со своим наставником. Тамара, Тамара Лазенкова, обладательница гран-при. Во-первых, хотелось бы тебя поздравить с победой. Это наверняка было непросто, но тем не менее ты стала лучшей в республике. Тома, расскажи, пожалуйста, про сам конкурс, как он для тебя прошел, сильно ли волновалась или, в принципе, уже такой опыт имеется, и, собственно, про произведение, которое ты исполнила. Волновалась сильно, хоть сейчас участвую в разных конкурсах и концертах, но каждый раз все одинаково. То есть волнение, оно присутствует всегда, но это нормально. Наверное, вот есть поговорка, когда ты перестаешь волноваться, делая свое дело, может быть, что пора что-то менять. Скажи, пожалуйста, про произведение, которое ты исполнила. Пару слов. Как вот вы выбрались с преподавателем, почему именно это? И специально ли, может быть, Рахманинова выбирали конкурс? Он же все-таки был посвящен 150-летию. Ну, Рахманинова выбирали не специально, ведь? Можно сказать, специально. Не специально, потому что очень сложный компьютер для игры. Ну да, Татьяна Леонидовна сказала, что это сложно. Со страхом взяли вальс. Ну, справились. Было много усилий. Ольга Альбертовна, как истинный наставник своей подопечной, знает, наверное, о ней все. Расскажите, пожалуйста, Ольга Альбертовна, как у вас проходила подготовка к конкурсу? Трудно ли было или, в принципе, уже... Как говорится, привычно, потому что с Томочкой занимаемся много, очень много. И сама Тамара тоже много занимается. Хотелось бы вообще, в принципе, немного рассказать нашим телезрителям о тебе. Как так получилось, что ты пришла к музыке? Как давно ты этим занимаешься? Как зародилась твоя любовь к фортепиану? Ну, изначально я мечтала играть на скрипке. Ага. Но что-то пошло не так, да? Мой брат занимался музыкой, и бабушка решила, что я тоже должна заниматься. И в 4 года она меня привела в музыкальную школу. Ольга Альбертовна, ну, расскажите нам немного о самой, получается, Тамаре, как воспитаннице. Какие черты, скажем так, как музыканта у нее присутствуют? Что бы вы могли отметить? Ну, самое главное – это любовь к музыке и трудолюбие. Потому что без этих двух качеств, по-моему, вообще ничего невозможно, чтобы получилось. Вот. Ну и как-то вот друг друга понимаем, можно сказать. А давно вы… 10 лет, получается. А, вы все эти 10 лет, да, занимаетесь вместе? Да, 10 лет вместе занимаемся. Так что, можно сказать, выросло на моих глазах. Ну, хотелось бы отметить нашим телезрителям тот факт, что Тамара вместе с Ольгой Альбертовной, они из поселка Медногорский, да? Это, ну, такой достаточно отдаленный населенный пункт от республиканской столицы. Самый отдаленный, да. Но, тем не менее, вот лучший пианист как раз-таки обнаружился там. Вот хотелось бы узнать, какие условия созданы сегодня у нас в отдаленных районах республики для музыкантов? Ну, вы знаете, вот очень бы хотелось. Вот все дети и преподаватели нашей школы мечтают, чтобы у нас появился рояль. Вот по госпрограмме к нам в школу поступило два инструмента фортепиано. Замечательно. Хорошо звучащие все, но все-таки на сцену, когда выходит пианист, он должен играть на рояле. Многие детки даже не представляют, что это такое и как он звучит и выглядит. Мы даже, когда на конкурсы ездим, вот одна тоже, одна, как говорится, причина поехать на конкурс для того, чтобы сыграть на хорошем инструменте. А где ближайшие находятся? Вот вы знаете? В Зеленчуке. Вот когда готовились к конкурсу, мы в Зеленчук несколько раз ездили. Там очень хороший рояль они приобрели буквально вот в этом учебном году. И в Черкес, конечно, тоже приезжали, тоже хороший такой инструмент. Получали большое удовольствие, когда играли на нем, занимались. Вот такая вот мечта у нас. Надеемся, что может быть все-таки по госпрограмме в ближайший год все-таки появится у нас рояль. Это было просто прямо... у нас бы это было событие. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что чтобы раскрывались таланты и появлялись новые таланты, нужно создавать условия. Будем надеяться, что обязательно, не только в Рубском районе, а везде, где требуются такие музыкальные инструменты, они в скором времени появятся. Что касательно опыта Тамары, участия в таких конкурсах? Вот хотелось бы узнать, впервые ли это был республиканский масштаб или, может быть, были более масштабные конкурсы? Первый раз на конкурс мы поехали. Томочке было 6 лет. Мы ездили в Сочи. А 8 лет это был именно для Тамары первый республиканский конкурс. Мы тогда заняли второе место. Потом в 2020 году, так как была пандемия, невозможно было проводить мероприятия, то у нас был конкурс онлайн. А как это проходило? Мы записывали, присылали записи. Из жюри? Да, да. Вот тогда лауреат первой степени был. То есть победы привычные такие, скажем, уже были победы в Нормане. А что касательно планов на будущее? Может быть, вы готовитесь к следующему какому-то конкурсу? Нам предложили поучаствовать в конкурсе, который будет проходить в Москве. Молодые тарования России. Вот первый тур, получается, мы уже прошли. На второй тур мы будем делать запись онлайн. Конкурс. И если хорошо сыграем, и запись наша понравится, то, может быть, пройдем дальше. Я уверена, что Тамара покажет высший класс, раз она уже занимает гран-при на республиканских конкурсах, то я уверена, что покорит жюри Московская. Тома, скажи, пожалуйста, когда вот огласили результаты и сказали, что ты вот обладательница гран-при, какие чувства, эмоции были? Верилась ли или наоборот, в принципе, было так ожидаемо для тебя? Мне казалось, что я не заслужила. То есть так критически достаточно относишься к тебе, да? Очень критически, да. Ага, понятно. Ну, а сейчас для вот московского конкурса какие, может быть, откроете тайну, какое произведение готовите? Ну, пока мы еще точно не знаем, какие произведения надо будет записывать. А, то есть там есть требования? Да, конечно, конечно. Ну, если можно будет исполнить Рахманинова, Лариса, обязательно мы его тоже запишем. Так что мы вот ждем пока еще, не знаем точно, какие произведения. Ну, и что касательно будущего. Тома, каким ты его видишь, свое будущее, как музыканта? Для тебя это вот прям на всю жизнь, скажем так, фортепиано или все-таки пока ты еще не определилась? На всю жизнь. На всю жизнь. Ты уже точно решила, да? А планируешь поступать куда-то или как? Пока еще не знаю. Определяю. Точно в колледж, а потом в консерваторию. Может быть, вы могли бы дать какой-то совет начинающим пианистам, что бы вы хотели им пожелать? Упорство, не сдаваться, потом не бояться выходить на сцену, играть, как-то бороться волнение в себе. Ну, и трудолюбие. Что ж, будем надеяться, что наши музыканты обязательно будут добиваться своих целей, в том числе и Тамара. Я желаю успехов, удачи вам на предстоящем конкурсе. Еще раз поздравляю с такой значевой, серьезной победой. И вас как наставника тоже в том числе, потому что это большой труд не только самого музыканта, но и его наставника. Ну, и с вами, конечно же, Татьяна Леонидовна. Спасибо еще раз за то, что вы организовываете такие конкурсы, метод-центру в том числе. Надеемся, что все больше и больше юных талантов будет появляться в нашей республике. Очень хотелось бы. Что ж, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Таким был наш добрый пятничный вечер. Я желаю вам хороших выходных и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»